Здравствуйте! В студии Андрей Симоненко предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Сегодня председатель территориальной избирательной комиссии публично озвучила итоги выборов депутатов Думы города Лабытнанги 5-го созыва. Дмитрий Артюхов провел заседание правительства Ямала. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Весовой пост строят на участке дороги Лабытнанги-Харп. Главная цель проекта – снизить разрушительное влияние тяжеловесного транспорта на дорожное полотно. Фотовыставку «Ямал-Донбассу» теперь можно посетить в городской администрации. Она приурочена к двухлетней годовщине шефства нашего округа над Волновахой. Продолжаем серию видеоистории, посвященную почетным жителям города Лабытнанги. Сегодня председатель территориальной избирательной комиссии публично озвучила итоги выборов депутатов Думы города Лабытнанги 5-го созыва. Вручила удостоверение народным избранникам и пожелала продуктивной работы на благо города. Они победили в избирательной кампании, вошли в состав городской думы. 20 жителей городского округа получили высокий статус народных избранников. Пока территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации кандидата уже в качестве избранных депутатов, все эти итоги были предварительными. После того, как вы получите в руки удостоверение и поставите себе подпись, эти итоги станут уже окончательными. Удостоверения получались трепетом в душе, понимали, что это стимул к активной работе. В приоритете теперь не собственные желания, а чайния дорогих земляков. Огромное большое спасибо всем, кто меня поддержал. Во-вторых, я понимаю, что еще много, столько всего можно сделать, потому что у нас сегодня безграничные возможности для того, для того, чтобы осуществлять свои мечты, для того, чтобы поддерживать людей, для того, чтобы просто вершить что-то хорошее, доброе в нашем городе и стране. Всех благодарю и надеюсь, что оправдает одежды. Дмитрий Викторович Погорелый. Дмитрий Викторович, пожалуйста. Состав обновился колоссально, больше, чем на 80%. И это те люди, которым люди доверили свои голоса, свое волеизъявление. И самое главное, коллеги, хотел вам пожелать, в первую очередь, это слышать те пожелания, те просьбы людей, на которых необходимо обращать внимание, и решать те вопросы, которые им доверят. Личный вклад в деятельность представительного органа муниципального образования городской округ города Лабык-Намки Емала-Нейминского автономного округа благодарность Государственной Думы Российской Федерации объявляется Евгению Геннадьевичу Зайкову. Уже завтра депутаты приступят к своим прямым обязанностям. Первое заседание Думы 5-го созыва назначено на 13 сентября. Ирина Яковлова, Дмитрий Сырид, информационное агентство Лабык-Намки. Дмитрий Артюхов провел заседание правительства Ямала-Нейминского автономного округа. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Члены правительства доложили о промежуточных итогах достижения основных показателей по ключевым сферам и пяти приоритетам развития Ямала. Заседание глава региона началось с вопросов вне повестки и прокомментировал инцидент с поджогом в Ноябрьске. Двое учеников 7-го класса проникли на территорию аэропорта города, где подожгли вертолет. Неизвестно обещали подросткам денежное вознаграждение за выполнение такого задания. Правильные оценки будут даны, конечно, силовыми структурами, но фактически подростков втянули в совершение большого преступления. Сейчас уже очевидно, что они были управляемы извне, их вели за денежное вознаграждение. Молодые люди пошли на очень большое преступление. Ребята на хорошем счету были, участвовали в школьной жизни, точно нигде не были замечены. Тем не менее, информационное взаимодействие по легкому заработку привело к таким серьезным последствиям. Конечно, возникают вопросы по безопасности ключевых объектов транспорта. Я думаю, собственникам аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, как такое могло произойти. Тем не менее, если даже дети смогли попасть, что же говорить про подготовленных взрослых. Здесь явно, несмотря на определенные усилия, которые все предпринимают, явно еще очень много слабых мест. Из этого надо все необходимые выводы сделать. Также губернатор поручил провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних, уделить особое внимание происшествию системе образования, чтобы профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены были постоянной частью образовательного процесса. В 2023 году Ростелеком на Ямале установил и запустил в работу 9 комплексов автоматического весогабаритного контроля на 6 участках региональных дорог. За 7 месяцев этого года с помощью оборудования было выявлено почти 90 тысяч нарушений. Сейчас такой пост строят на участке дороги Лабытнанги-Харп. Главная цель проекта – снизить разрушительное влияние тяжеловесного транспорта на дорожное полотно. Цифровая система весогабаритного контроля для Ямала – очень важный проект. Наши дороги нуждаются в особой заботе. В условиях Крайнего Севера их непросто построить, еще сложнее сберечь. Для установки постов по слежению за весом транспорта выбирают оживленные трассы. Эта дорога действительно загружена. Много легковых машин, много большегрузов. И все куда-то торопятся, и при этом стараются прихватить груз побольше. Не секрет, что КАМАЗы часто превышают не то что допустимую, но и максимальную массу груза. А на ровных участках дороги, таких как этот, разгоняются по полной. После запуска комплекса ожидается снижение такого рода нарушений. Данное оборудование, оно фиксирует при любой скорости. Неважно, притормозил автомобиль или не притормозил, габариты, вес, они фиксируются в любом случае. То есть здесь никакие фокусы не проходят. Вся информация о скорости и весе машины будет выведена на табло. Затем автоматически передана в Ространснадзор. Оборудование уже зарекомендовало себя на других трассах. Отлично справляется с любыми морозами и ветрами. На объездной Лабытнанской дороге оно по плану заработает во второй половине октября. Установлены все металлоконструкции, которые требуются по проекту. Установили шкаф ШКТС, телекоммуникационный, где будет оборудование. Подведены все кабельные линии подземные. Соответственно, на данный момент будем приступать к монтажу видеонаблюдения. Строители торопятся. Режим работы 11 на 7 уверены успеют в срок. Помеха в труде только одна. Когда стоят знаки, все вроде обозначено. Снисти скорость. Сами видите, летают. По практике их только светофоры тормозят. А в скором будущем еще и умная цифровая система комплекса, которая считает не только вес автомобиля, его скорость и направление движения, но и идентифицирует госномер. Ольга Болдырева, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытнанги. Фотовыставку «Ямал-Донбасс» теперь можно посетить в городской администрации. Она приурочена к двухлетней годовщине шерства округа над Волновахой. На снимках северяне, в том числе и лабытнанцы, внесшие вклад в восстановление нового региона нашей страны. Участниками фотовыставки стали ямальцы практически из всех городов округа. Это волонтеры, общественники, врачи, строители и педагоги. Все они помогают налаживать жизнь на подшефной территории. Светлана Кокорина, руководитель образовательного проекта «Мультики без границ», помогла Волновахской школе номер 4 создать с нуля мультстудию. Проект был реализован при поддержке гранта губернатора Ямала и фонда президентских грантов. На этом сотрудничество не закончилось. Скоро в четвертой школе Волновахи появится первый мобильный театр кукол. Когда у нас была возможность встретиться с Людмилой Анатольевной Бондаренко, директором четвертой школы Волновахи, она увидела в кабинете куклы и предложила завести театр кукол именно в школу. И тогда мы стали вместе думать, писать заявку, подавать на окружной грант. Нам помогали в составлении заявки «Оно грант и мало» Лена Измайлова. И нам повезло, мы выиграли. И сейчас у ребят появится мобильный кукольный театр. На сегодняшний день шьются профессиональные куклы для детской руки, для пяти басен Крылова. Это более 20 кукол. Изготовляются на заказ ширмы под размеры кабинета и отшиваются костюмы в русском народном стиле. Новый проект называется «Русская классика без границ» от Ямау на Донбасс. В рамках него будет поставлено пять кукольных спектаклей на основе басен Крылова. Все участники будут награждены сувенирной продукцией, брендированными джинсовками. От Ямала на Донбасс! Среди участников выставки «Ямал Донбассу» есть еще два лабытнанца – Светлана Опенько и Виктор Комиссаренко. Ознакомиться с экспозицией может любой желающий. Она развернулась на третьем этаже администрации. Карина Щербакова, Сергей Антропов, информационное агентство Лабытнанги. Продолжаем серию видеоистории, посвященную почетным жителям Лабытнанги. Одна из самых титулованных спортсменок российской биатлонной сборной – наша землячка Альбина Ахатова. В ее личном активе 10 медалей чемпионатов мира, 4 из которых золотые и 5 олимпийских, включая одну высшие пробы. За карьеру биатлонистка выиграла три этапа Кубка мира, в индивидуальном зачете 8 раз была второй и 10 раз третий. Альбина Ахатова родилась не в Лабытнанге, но этот город стал для нее по-настоящему родным. Здесь она выросла, а здесь начало ее становления как успешной знаменитой спортсменки. Лыжным спортом Альбина увлеклась еще в детстве. Ее первым тренером и наставником стал отец – Хамид Ахатов. В это время у нас уже была лыжная база, правда старая лыжная база, которая была вот, я не помню, если да, на космонавтов, то есть там, ну мне она очень нравилась, там было настолько уютно. Она была маленькая, но такая компактная. В принципе, мне казалось, что мы туда все помещаемся, у нас была такая дружная очень, всегда, ну компания, можно сказать. Тренировки и стремления к первым успехам, юношеские надежды и мечты – все это ассоциирует Альбина с городом Семи Лиственниц. Когда вспоминаешь прошлое, безусловно, ностальгия возникает, да, которая пускает слезу. А когда ты видишь вот будущее, как город, чем живет, да, вот его, как он развивается, то, конечно, чувство такое и радости, и восхищения, и вообще гордости, да, за вообще гордости за горожан, и радости, что у них есть такие сейчас возможности. Посмотрела, так много построено спортивных объектов в городе, появились очень много видов спорта, которых раньше, ну, в наше время, да, не было. И, конечно, инфраструктура города очень сильно изменилась, прямо целыми микрорайонами строится. Титулованную биатлонистку, почетного гражданина города Ямало-Ненецкого автономного округа в Лабутнанге всегда встречают по-дружески. В марте 2024 года Альбина Ахатова стала участником проекта «Герои Ямала». Гордимся вашими успехами, вашей семьей. Мы ценим и храним память о маме, о той плеяде спортсменов, которые здесь были воспитаны и прославляли Россию, не только город и мам. В этом же году город Лабутнанге еще раз и очень ярко выразил признание заслуг своего почетного жителя. Красочный мурал, на котором прославленная Альбина Ахатова бежит к победе, триумфально поднимая над собой российский триколор, украсил фасад одного из домов. Безусловный флагман мирового биатлонного движения Альбина Ахатова уверенно, легко, любуемся сейчас, наслаждаемся очаровательной женщиной из Ямало-Неринского автономного округа. Альбина, вперед! На этом выпуск завершен. Всего доброго, до встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабутнанге. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!